Это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайт CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал маленькое снижение за последние 24 часа. Но я бы сказал, что практически ситуация не поменялась. И мы это сейчас, то есть имею ввиду, нет разворота тренда. И мы сейчас это посмотрим на графике Uniswap или Uniswap. Я хочу напомнить, что в понедельник я анализировал ценовой график биткоина. Вчера я проанализировал Ethereum. Сегодня давайте мы проанализируем Uniswap. Эту криптовалюту я практически редко анализировал. Поэтому думаю, что стоит обратить внимание. Она зашла в топ-10 совсем недавно. Так что это достаточно интересная криптовалюта. Мы знаем, что это децентрализованный exchange, точнее DEX или протокол, который практически собрал уже больше 5 миллиардов в качестве ликвидности. То есть это очень большой успех для Uniswap и, конечно, для всего сектора децентрализованных бирж. И, конечно, в частности, это является частью децентрализованных финансов. Итак, вот он график. 27 доллара, практически 81 цента за цифровую монету. График видно, что сильно вырос, потом он начал двигаться вбок. Мы сейчас все это прокомментируем на разных таймфреймах. Итак, мы, как всегда, начинаем с меньшиного таймфрейма. До этого я, как всегда, убираю все вот эти лишние элементы. Хочу напомнить, что сегодня последний день месяца. Так что свеча подходит к своему концу, но она может и поменяться в последние практически несколько часов. Так что хочу сказать, что во время этого обзора мы будем учитывать, что вот свеча, если останется в таком виде, то мы делаем вот следующие выводы. Итак, вот эта свеча, конечно, бычая. Видно, что здесь идет череда в основном из бычьих свечей, то есть всего лишь одна медвежья свеча. То есть бычие свечи, у которых локальные минимумы повышаются, также локальные максимумы, то есть это бычий тренд. Конечно, последние свечи за февраль и за текущий месяц март имеют большие верхние тени, то есть как и на других графиках мы делаем вывод, что да, график идет вверх, быки практически, это бычий тренд, но быки сталкиваются с сопротивлением, так что мы должны, то есть быки должны быть очень аккуратными. Сопротивление по пути роста, оно достаточно сильное и периодически появляется, но тренд остается растущим. Переходим к недельному таймфрейму. Вот он практически график, в основном бычьи свечи, здесь попытка бычьего поглощения, которая не усуществилась, вот она практически здесь, после этого график пошел снова вверх, и сейчас хочу посмотреть и точнее прокомментировать вот эти последние свечи. Здесь практически маленькие свечи, которые пошли вбок. Потом, на прошлой неделе сформировалась очень интересная свеча, вот эта медвежья свеча. Она поглотила тело вот этой бычьей свечи и предыдущей свечи, то есть, по сути, это медвежье поглощение, тем более, что ее локальный минимум упустился ниже предыдущих. То есть, это потенциально разворотный сигнал, если подтвердиться на следующей неделе, то есть, получается, на текущей неделе, потому что вот сейчас рисуется вот эта маленькая свеча здесь. Однако, есть один тонкий нюанс. У этой медвежьей свечи все-таки локальный максимум смог перешагнуть предыдущая, то есть, это не идеальное медвежье поглощение, которое практически просто упускается вниз. Поэтому это очень такая сложная свеча для того, чтобы сделать вывод и сказать, да, это идеальное медвежье поглощение. Так что, по сути, медвежий сигнал есть, но он остается под сомнением, потому что вот эта локальная вершина, она смогла обновить предыдущие локальные вершины. Итак, переходим к дневному графику. Кто знает, может быть, это начало некой консолидации. Давайте сейчас посмотрим на график. Если посмотреть на линейный график, здесь простым глазом видно, что впадины идут вверх, вершины идут вверх, то есть, это бычий тренд. Без сомнения, это бычий тренд. Однако, если перейти к 4-часовому таймфрейму, здесь наблюдается очень интересная динамика этого бычьего тренда. Если линия тренда ранее была вот такой, то есть, давайте я сейчас немножечко поменяю контуры вот этих трендов. То есть, если ранее практически это была, линия тренда была, ой, тут некие новые практически возможности уже было вот такой. Сейчас можно сказать, что потихонечку это меняется, угол меняется, то есть, график практически начинает немножко замедлять свой рост. То есть, да, тренд остается бычим, однако мы видим, что бычий тренд замедляется, угол начинает падать. Может быть, здесь формируется некий канал. Мы это со временем посмотрим, будем следить за графиком. Но на данный момент хочу сказать, что, соответственно, пока еще видно, что тренд идет вверх. Сейчас, если вернуться к дневному таймфрейму, то есть, на 4-часовом таймфрейме, моя цель была показать, что тренд остается растущим, однако угол начинает меняться, и, соответственно, он говорит о замедлении практически роста, о замедлении тренда. Итак, на дневном таймфрейме, что хочу сказать, я сейчас уберу вот эти линии, и хочу здесь показать, что, или давайте оставим одну из этих линий, может быть, вот эту линию, и, соответственно, хочу добавить скользящие средние. То есть, если мы добавим 30-дневную скользящую среднюю и 90-дневную, то есть, это месячная и трехмесячная на дневном таймфрейме, они нам покажут, где ключевые уровни поддержки. Вот она, 30-дневная. Вот сейчас мы настроим и трехмесячную. Вот она практически и трехмесячная, 90-дневная скользящая средняя. Вот как выглядит график. Итак, что мы сейчас видим? 30-дневная или месячная идет вверх, однако, здесь было первое тестирование 30-дневной скользящей средней, произошел отскок, а здесь уже произошел прорыв, и график начинает двигаться по 30-дневной скользящей средней. То есть, может быть, Uniswap здесь на 30-дневной скользящей средней и на линии тренда найдет или получит поддержку, и график отскочит, возобновится рост. Однако, пока еще нет никакого сигнала, здесь указывающего на возобновление роста. И поэтому в самом плохом случае, если будет движение вниз, может быть, график дойдет до трехмесячной или до 90-дневной скользящей средней, уже оттуда отскочит. То есть, это самая большая поддержка, которая есть на графике. То есть, я вижу вот этот сценарий как самым негативным на данный момент, поэтому я его убирал, потому что пока еще тут очень много факторов или технических индикаторов, которые могут поддержать график и возобновить рост от текущего уровня. За этим мы будем следить. Единственное, хочу сказать, что тренд остается растушим на всех ключевых таймфреймах. На weekly мы увидели, что есть такой медвежий сигнал, однако он остается под сомнением. Но все тренды, все каналы показывают, что тренд бычий замедляется. Так что нужно быть аккуратным. Итак, друзья, у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим взглядом в качестве комментариев ниже этого видео. Я вам всем желаю удачи на финансовых рынках, здоровья и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdCripSpa. Продолжение следует...